Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радио центра Сан-Гейтс продолжает свои программы и сегодня у нас среда 27 число и время в Чикаго 11 часов утра, время на западном побережье 9 часов утра, на восточном побережье 12 часов дня, но в Москве 7 часов вечера и мы начинаем нашу программу и как всегда по средам у нас программа посвященная психологии, психологии до и после, ну и на связи Россия Москва Евгений Саяпин, практикующий психолог, психосоматик, ученый, довольно известный человек и не только на территории России, а уже на территории Соединенных Штатов, потому что благодаря нашим программам у нас сейчас уже идут даже заказы на консультации, так что Евгений большое спасибо вам, давайте мы все-таки проверим связь, вы с нами? Да, здравствуйте, я с вами, спасибо. Ну замечательно, тогда надо остается огласить, во-первых, наши координаты, это SunGates Radio, sungatesradio.com.com, телефон 847-226-9956, ну и все программы у нас записываются в живом, так сказать, формате, идут они на YouTube и те, кто подписывает наши каналы, сразу получает уведомление о том, что программа вышла, она находится уже на YouTube, после чего она попадает на Facebook, где тоже можно ее, в общем-то, увидеть. Ну, сегодняшняя тема, как всегда, очень интересная, ну и в данном случае необычная. Речь идет о бесплодии, о психологическом бесплодии. Ну и было бы, конечно, нелогично, если бы два мужика обсуждали бесплодие, один из которых, конечно, разбирается в этом, а второй считает, что он разбирается, поэтому для этой цели мы пригласили специалистов нашего центра, центра SunGates, специалист по вопросам здорового образа жизни, правильного питания, holistic health coach, Маргарита Борт. Маргарита, Рита, здравствуй. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток всех, кто нам слушает нас. Да, ну и тогда уже, так сказать, карты, как говорится, вам в руки, беседуйте, дорогие эксперты, ну, а я буду там что-то вставлять иногда свои там несколько копеек, если будет у меня вопрос. Прошу. Ну что ж, дорогие друзья, мы беседуем с Евгением Саяпиным, очень приятно слышать, видеть вас в нашем эфире. Наверное, вот прям так сразу и приступим. Мы говорим сегодня о психологическом бесплодии, и вот у меня такой вопрос. Вот молодая пара встретилась, поженились, расписались, и вот пришло время иметь детей. Вот они пробуют, пробуют. Вот как долго они вообще должны пробовать, если у них не случается это сразу, для того, чтобы потом, значит, обратиться за помощью то ли к врачу, то ли к психологу, то ли вообще куда-то, и бить тревогу, что ли. Здравствуйте, во-первых, еще раз. Здравствуйте, да. Ну, давайте дадим все-таки определение, что такое бесплодие, да? Да. Бесплодие – это неспособность организма производить потомство, то есть вырабатывать или выделять гометы, яйцеклетку или сперматозоиду, а также обеспечивать их соединение для оплодотворения. То есть есть физиологическое бесплодие, которым занимаются врачи, и я думаю, они более подробно и более квалифицированно дадут ответы на эти вопросы. А сегодня западные специалисты начали утверждать, что существует еще такое психологическое бесплодие. И вот что такое бесплодие, да, вот даже в вашем конкретном вопросе я попытаюсь сейчас вам ответить. Да, спасибо. Ну, все зависит индивидуально, насколько эта пара хочет иметь детей. Вот мой опыт общения в клинике с такими парами говорит о том, что молодые люди, когда поженились, они дают себе такую программу, установку. Давай пока поживем для себя. Давай будем предохраняться, и потом какое-то время пройдет, и мы, соответственно, будем работать уже над вопросом появления малыша. Проходит время, и они забывают про эту установку. А установка очень простая. Давай предохраняться. Даже если они не говорят эти слова, но кто-то об этом подумал, все, в их поле стоит четко эта программа на предохранение. Поэтому такие пары могут заниматься месяцами, годами. Ребенка как нет, так и нету. Мне известно много случаев, когда у людей врачи ставили диагноз бесплодие, но люди рожали. И много известно случаев, когда врачи говорили, что у вас все нормально, а детей как не было, так и нет. Это все в голове. Это все в установках самих людей. Потому что мы тоже прекрасно знаем, если человек чего-то хочет добиться в этой жизни, например, добиться успеха в бизнесе, в работе, в творчестве, он добивается. А когда человек сильно хочет, допустим, иметь ребенка, а ребенка не получается, значит здесь что-то не то. Я вот долго думал над этим словом что-то не то. А что не то, если действительно человек хочет? А получается здесь уже помимо мысли мамы присутствуют мысли папы, плюс еще душа ребенка. Душа ребенка никогда не придет к родителям, которые не готовы иметь этого ребенка. Сегодня, да не только сегодня, а всегда было принято винить женщину, что она бесплодна. А на самом деле сегодня можно сказать, что есть и мужское бесплодие. Потому что все зависит от мыслей самого мужчины тоже. Поэтому это все индивидуально, и все это переплетается. Каждый случай индивидуальный, на каждый случай необходимо рассматривать. Да, спасибо большое. Вообще, наверное, может такое быть, что мужчина на самом деле не хочет ребенка, но об этом не говорит жене, правда? А думает о том, что, да, вот как бы подстраивается под нее, на самом деле где-то глубоко в подсознании он еще не готов иметь детей. Хотя вроде бы как женщина, жена уже ее очень хочет. Да, и? Да. Вы знаете, вот я не знаю, как сейчас в России, но абсолютно точно в Америке, и я это вижу, в общем-то, на своем сыне, в смысле на его подругах, что девушки, женщины предохраняются и используют для этого гормональные всякие препараты, которых, вероятно, потом тоже есть, которых есть последствия, и возникает вот этот момент бесплодия. Есть ли такое вообще в медицинской практике? Да все есть. Вы знаете, вот этот сам механизм, он не настолько изучен. И все, еще раз говорю, индивидуально. Для кого-то урада здравствует будет, а для кого-то будет, что называется, смерть и подобное. Ну, вы понимаете, да, смысл смерти? Да, 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 конечно. Это не в том смысле. И поэтому все настолько индивидуально, когда молодой человек не хочет иметь ребенка, это одно, потому что вот он, может быть, не проявился себя как специалист, он обвиняет себя в непродуктивности, потому что для мужчины все-таки главное – это не дети, а главное – как он реализует себя. А дети – это творчество. Дети – это движение. И творчество, бизнес – это тоже движение. И когда мужчина, допустим, не достигает каких-то успехов в своей реализации, в бизнесе, у него это в голове стоит. И, соответственно, это все проявляется и на деторождении, как ни парадоксально. И самое главное – есть такое понятие, как установки. Вот установки – это очень серьезная вещь, потому что бывает, что мама говорит своей дочери, что я, когда тебя рожала, было очень больно. Соответственно, ты принесла со своим появлением на этот свет огромную боль. Все, у ребенка эта установка уже стоит на всю жизнь. Естественно, когда подходит уже вопрос где-то рождения, ее психика из глубины ее внутреннего подвала вытаскивает вот эту установку, что роды – это больно. И это страшно. И это страшно. Страхи появляются. Соответственно и соответственно. Это всплывает где-то у нее глубоко в подсознании, и у нее стоит блок. Еще момент очень серьезный. Молодые люди хотят иметь ребенка. И они, допустим, говорят своим родным и близким, да, мы ждем ребенка. И как ни парадоксально, семья этих молодых людей иногда тоже искренне не хочет иметь ребенка. Почему? Потому что отток жизненной энергии, любви теперь будет переключаться не на них родимых, на пожилых людей, да, а на этого ребенка. И вот как ни парадоксально, вот эта зависть, она тоже иногда не дает возможность появлению ребенка в поле этих родителей. Абсолютно. У меня был пример, когда, в принципе, это моя хорошая подруга, она поделилась, что у нее еще есть, по-моему, две сестры и брат. Но так случилось, что, в смысле, он не есть брат, умер. Этот ребенок родился, и когда-то мама действительно очень-очень мучилась, роды были проблемные, и вот моя подруга, все это было на ее глазах. А потом, когда мама рожала еще раз, тоже просто в невероятных муках, и все было очень сложно. И вот, как вы уже сказали раньше, действительно, у нее была такая остановка, что она вообще не хочет иметь детей. Она не хочет вот этих вот мук, но у нее, действительно, у нее 40 с чем-то, и она, в принципе, решила, что она детей иметь не хочет. Возможно, конечно, что-нибудь еще изменится, но... И плюс она привлекла себе мужа, который, в принципе, не может иметь детей. То есть, они вот вдвоем решили, что детей у них не будет. До таких ситуаций вагон и маленькая тележка. И я опять возвращаюсь вот к этим установкам. Вот сегодня я консультирую женщину, 53 года, угроза выкидыша. Она с Кавказа. С Кавказа это вообще, что называется, своя отдельная статья и своя песня, в кавычках. До 48 лет она была девственницей. В 48 лет она выходит замуж за мужчину старше себя, там, лет на 20. У которого до этого была семья и двое дочерей. И он ей дал установку. Я женись на тебе в том случае, если ты не родишь мальчика. Два года они пытаются этого мальчика родить, не получается. И сегодня она пошла на экстракорпоральное оплодотворение. Третья подсадка. Третья подсадка и неудачно. То есть, у нее в голове стоит четкая установка. Если не родишь, я тебя брошу. И это тоже вот, это не только для женщин, что называется, в возрасте. Вот есть такое понятие психологическое бесплодие. А и для молодых женщин. Потому что сегодня в обществе считается, если ты бездетный, нет детей, значит ты ущербный какая-то. Если, соответственно, у тебя нет семьи и нет, опять же, продолжения твоего рода, это не камильфо для общества. Поэтому это все индивидуально, насколько сам человек себя оценивает. У меня много женщин, с которыми я работаю в отношении их бесплодия. Это самое главное, насколько она сама себя оценивает. Насколько ей этот ребенок необходим. Потому что даже женщин спрашиваешь, вы можете мне лично не отвечать, но вы должны себе четко ответить на вопрос. А вам зачем этот ребенок? Удержать мужчину, создать видимость, что вы благополучная. Или создать видимость, что у вас все в порядке и, соответственно, чтобы общество вас не осуждало. Поэтому это масса есть вариантов, на которые женщина, прежде всего, должна себе честно ответить, для чего и зачем ей этот ребенок. Кстати, на этот вопрос, вроде простой вопрос, немногие отвечают. А скажите, пожалуйста, какие же есть пути решения? Как вы работаете с женщинами для того, чтобы им помочь? Хорошие вопросы. Знаете, вот как меня иногда коллеги спрашивают мимоходом в больнице. Они говорят, привет, как дела? Я говорю, тебе одной фразой сказать, как дела, минут на 40, да? Так и ваш вопрос. Ну, на 40 минут, на 10. Да, не ответишь. Ну, конечно, прежде чем, допустим, если у вас все получается, что называется, с полуоборота, никакой психолог не нужен. Идите, рожайте, размножайтесь. Да, и, соответственно, становитесь счастливыми родителями. Если у вас со второго, третьего раза попытка не удается, то надо, конечно, идти к психологу. Надо разбирать его внутренние проблемы, как мужчины, так и женщины. Причем нужно вдвоем, обоим работать, идти к психологу, или можно по очереди, как лучше? Вы знаете, вот моя практика показывает, если приходят одновременно мужчины и женщины, они такие космические про себя дали, начинают рассказывать. И каждый хочет понравиться в глазах друг друга. Поэтому я уже давно работаю индивидуально, что с мужчиной, что с женщиной. Потому что передо мной сидит непосредственно тот человек и с его внутренним миром, который надо выстраивать и помогать ему разобраться в этом. Это, прежде всего, отношение с родителем противоположного пола. Если это девочка, это отношение к отцу. Если это девочка, это отношение к первой влюбленности. Потому что это все установки. Это отношение к первому половому опыту. Потому что даже, я сейчас чуть позже вам расскажу, первый половой опыт накладывает очень огромное значение в жизни любого человека. Что мужчины, что женщины. Я всегда говорю, вы можете забыть второй, десятый половой опыт, но первый вы никогда не забудете. Если это мужчина, это отношение его с мамой. И мы много знаем тоже вариантов, когда, допустим, 40-летний мужчина, нет детей в него, и он живет с мамой, потому что мама его не отпускает. И мама не хочет искренне, чтобы он женился и тем более имел ребенка. Потому что опять отток энергии, вот этот эгоизм ее мамы не дает появлению ребенка в поле этого мальчика. У меня был случай, когда маме одного мужчины, цыганка, сказала фразу. С появлением первого внука у тебя, ты умрешь. Что делает мама? Мама это рассказывает сыну. Естественно, какой бы ни был мальчик, какие бы ни были взаимоотношения, ни один нормальный, здоровый человек не хочет желать смерти своей матери. И эта установка у него стоит. Сегодня ему 40 лет. И у него, ну, он обратился ко мне там с другим запросом, у него кризисные вопросы. Но и вопрос, соответственно, деторождения. Он прекрасно осознает, что да, эта установка мешает. И как она работает, никто не знает. Как ее вытащить? Ну, наверное, можно там антидепрессантами, что делают психотерапевты или психиатры, да? Психологи не назначают медикаментозного лечения. Психологи работают посредством слова убеждений. После того, когда мы разбираем его, ну, будь то девочка или юноша, его детство, мы идем дальше. Взаимоотношения уже, первый брак, второй брак. То есть, самое главное, вот эти гендерные взаимоотношения, мужчина-женщина. Потому что нас никто не учит, как правильно вообще выстраивать отношения с мужчиной или женщиной. В школе этому не учат, к сожалению. Да, и все на опытах и ошибках. Даже сегодня, да, я спрашиваю, допустим, 40-летних мужчин или женщин в больнице. С вами занимались половым воспитанием? Мне все говорят, ну, вы же понимаете, там, 80-е годы, кто там занимался, кроме подъезда, друзей и каких-то журналов из-под полы. И следующий вопрос, я говорю, а вы сегодня со своими занимаетесь детьми? Да. То же самое. Да, это довольно сложный вопрос. Я помню, вы знаете, я помню, что моя мама работала в библиотеке, и она совсем немного со мной разговаривала, но она все время приносила мне книжки, чтобы я читала. Ну, это какой-то был один из способов вот такой. Конечно, гораздо лучше, когда родители открыто разговаривают с детьми об этом. А это трудно сделать, потому что их родители не разговаривали с ними. И вот, вот просто я сказал, что чуть позже расскажу, вот у меня на прошлой неделе была девушка, 29 лет. Отношения в семье были очень сложные. То есть, родители постоянно ругались. И вот, когда на нее визуально смотришь, вот сразу видно, вот хочется сказать, жертва, вот ее хочется подойти и обнять и сказать, ну, не бойся, все будет в этой жизни хорошо. То есть, ей не хватало любви? Не хватало любви. Она постоянно видела, как отец избывал маму, и, соответственно, у нее были какие-то... Когда об отце говорит, все время слезы на глазах. В 16 лет эту девочку изнасиловал подонок, который болеет СПИДом. Девушка заражена. Соответственно, у нее вот установка, что мужики козлы. Верить нельзя. Тем более, мама в отношении папы всегда говорила, что мужики вот такие сволочи. Да, видишь, вот пример. Он меня избивает. И она, как жертва, она притягивает такого же козла, извините за выражение, в свое поле. И он ее насилует. Он ее заражает СПИДом. 29 лет. В больнице у нас она оказалась. У нее рак шейки матки. Но когда я с ней начал общаться, я чувствую ненависть. Она говорит, дядя, ну, что ты мне тут рассказываешь? Вы же, от вас все зло, и ты мне еще начинаешь психологически помогать, что у тебя будет все хорошо. Но более того, меня поразило. Она оказывается замужем. Муж не ВИЧ инфицированный. Муж знает, что у нее спит. Я говорю, а как вы половой жизнью занимаетесь? Он говорит, в презервативе. Я говорю, а вдруг он порвется? На что вот гениальная фраза. Это его проблемы. То есть она даже мужа своего ненавидит. И то есть она вот эту игрушку рядом держит для того, чтобы самоутверждаться за счет него. Но более того, она искренне верит, что она родит от него ребенка. Как? Не знаю. Вот скажите, пожалуйста, это у нее психологическое извращение где? На физике или в голове? В голове, в первую очередь. И получится у нее родить ребенка? Нет. Нет. Пока она не избавится от этих своих негативных мыслей, ненависти. Пока не придет к ней понимание, что такое вообще любовь. И не откроется сердце. А чтобы сердце открыть, понимаете, человек должен сам это захотеть. Конечно. Но опять, когда он захочет? Когда у него начнет уже, что называется, в жизни все рушиться? Человек идет к психологу, когда все плохо. И вот даже кто идет на ЭКО, в ЭКО-центрах у нас в России, например, не работают психологи. Почему? Потому что ЭКО... Давайте мы расскажем немножко подробнее, что это такое. Может быть, даже расшифруем, чтобы наши радиослушатели поняли. Тем более, те, кто слушает в Америке, это не совсем понятное слово. Ну, я думаю, наша передача все-таки не настолько сегодня адаптирована для широкого круга слушателей. Почему? Потому что все-таки она более узкоспециализированная. Психологическое бесплодие. Это когда человек не может иметь детей. И когда у него физически, физиологически не получается, то есть такое понятие «ребенок из пробирки». То есть, когда берут сперму мужчины и яйцеклетку женщины, в определенной технологии это все соединяют, образуются зиготы. И потом этот эмбрион, зиготу, подсаживают в матку. Ну, как правило, там подсаживают два-три. Поэтому ЭКОшных детей можно сразу определить. Или никого, или двойня. Потому что или никто не приживается, или двойня, как правило. Ну, бывает, что одного убирают. Вот это называется ЭКО. И в России ЭКО – это бизнес. Причем очень такой хороший бизнес. Если ты подсадил эту клетку, и ты ее не выносил, а организм ее выкинул, то эти деньги тебе никто не возвращает. Поэтому и психологи не работают. Почему? Потому что психолог может указать на какие-то моменты. А, самое главное, что чем больше подсадок, неудачных подсадок, тем, соответственно, чаще люди будут обращаться снова. У меня, например, была женщина, 8 раз подсаживала. И ей 48 лет. 8 раз, представляете? И все время она мучает свой организм. То есть, я говорю, для чего вам это? Ну, ответ тоже очень был шикарный. Хочу мужа удержать этим. Я спрашиваю, а не пробовали там просто усыновить ребенка другого? Да нет, говорит, только свой. Часто бывает, что, допустим, муж с женой до этого имели первый брак. В первом браке есть, что у жены ребенок, что у мужа есть ребенок. И они пытаются сделать уже в своем втором веке общего ребенка. И не получается. Почему? Потому что чувство вины давлеет, что над одним, что над другим. Что они якобы предают этих детей от первых браков. Полным, полно таких случаев. Да, на самом деле никто никого не предает. Наоборот, когда много детей в семье, и все это вместе, это совершенно замечательно. То есть, когда вы беседуете вот с такими женщинами или мужчинами, у них меняется направление мыслей, могут быть какие-то, как бы, мы называем это какие-то чистки происходят, да, чистки сознания. Вы знаете, никто не знает, вот как работает психика, да? Это же не самолет, там сконструировать, и ты четко знаешь. Представляете, шасси выбирается. А как работает психика, никто не знает. Ну вот, был такой великий психоаналитик, Антонио Менигетти, и он написал книгу «Психосоматика». Шикарная книга. И вот меня поразило следующее. Он доказал, что когда ты берешь ответственность за свою болезнь, за свою неудачу, только сам на себя, считайте, 50% вашего излечения уже происходит. То есть, мы не знаем даже, вот за какую ниточку потянешь, и вот как психика начинает вот в этом направлении срабатывать по-другому. Ведь четкая установка, да, тех же родителей. А, вот у меня тоже был интересный случай и кошный, причем пара делала три или четыре подсадки. И мы вытащили с этой женщиной очень интересную фразу. Она как-то в порыве гнева своему мужу сказала, что от тебя, козла, детей иметь нельзя. Все, она дала установку. А они платят там эти деньги, чтобы сделать это ЭКО. В принципе, потом она разошлась с этим мужиком, живет в гражданском браке, уже родила, насколько я знаю. Поэтому тоже часто задают вопрос, ну как же так там, женщина легкого поведения, беременец, полпинка, да? Я так думаю, и моя точка зрения, что все-таки это идет для этих женщин как кармическое, наверное, испытание. Потому что то ли останется ребенок, то ли нет. И даже по вашему американскому автору Майкл Ньютон, который смотрит вот этот приход к душе, можно что-то сказать, что душа, вот как она приходит, так и уходит. Может быть, это тоже отработка для души. Она знает, что вот она пришла, отметилась на этой земле, сделали аборт и она ушла. Хотя тот же самый Майкл Ньютон пишет, что душа приходит, когда уже человек рождается. И такой есть. Никто не знает. Еще раз говорю, мы говорим на те темы, которые нельзя ни потрогать, ни пощупать, что называется, руками. Да, да, да. Все индивидуально. Женя, у меня, во-первых, я, прошу прощения, прерываю вашу очень конструктивную беседу. Дело в том, что у нас сейчас появился гость в студии. Женщина, она слушала, слушала, и так было ей интересно, что она решила вот прямо, благо недалеко живет. Она вот прямо сейчас приехала, и у нас прямо в студии находится, и хочет задать вопрос. Сейчас я микрофон ее включу. Нина, Нина, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений. Вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Вы знаете, вот я слушаю вашу программу, и я, будучи человеком, знакомым вот с Ангейд-центром, чем они занимаются, полностью вот поддерживаю, даже могу случаи жизни рассказать. Но мне кажется, вот что самое важное, это нашим слушателям понять о том, насколько важно их мысли, их комплексы, все, что у них внутри в подсознании, чтобы они по-настоящему поверили, что это влияет на их физическое состояние. Ведь вот как можно помочь нашим этим слушателям понять это? И вот вы говорите обратиться к психологу, но ведь не каждый психолог верит в то, что вы говорите сегодня, правильно? Только психосоматика, они рассказывают про это, но нужно еще все-таки верить, что вот от того, что ты думаешь, зависит, можешь ты забеременеть или нет. Вот как это помочь людям понять это? Нина, хотите, я вам страшную тайну расскажу? Пожалуйста. Да, что психологи, которые дают грамотные и умные советы, зачастую в своей жизни не следуют тем советам, которые дают чужим людям. Поэтому, понимаете, вы говорите, как поверить психологам? Психолог это в принципе только человек, который отражает твои слова, твои мысли. Это зеркало. То есть кидаешь туда, он тебе обратно это все отражает. Поэтому это вот равносильно, знаете, вот можно мертвому помочь, чтобы он встал? Если ты не Иисус Христос, конечно, да? Так и здесь. Ты не можешь добиться результата, ну ты не можешь как психолог, если человек сам искренне этого не хочет. Человек идет только тогда к психологу, к психотерапевту, к врачу, когда ему уже становится плохо. Либо физически, либо морально. Если у вас болит зуб, вы же идете сразу к кому? К стоматологу. Если у вас этот зуб начинает продолжать болеть через месяц, через два, через десять дней, выходите к стоматологу и не помогаете, вот тогда вы будете... Тогда идите к психологу. Тогда, да, совершенно верно. И не зуб вырвать. Не надо вырвать зуб. То есть человек должен сам сначала понять, что это психологическая проблема? Человек должен сначала накушаться этого всего и понять, что ему это мешает в жизни. И вот когда человек ходит по кругу с этим зубом, тогда психолог ему скажет, родной или родная, ты какую-то ситуацию не можешь перекусить, надкусить, ты не можешь показать зубы, ты не можешь огрызнуться. Поэтому любой орган показывает человеку, заболевший орган, на что необходимо обратить внимание. Гинекология. Гинекология – это отношение женщины к мужчинам. Урология – это отношение мужчины к женщинам. Бесплодие – это сегодня показывает как женщине, так и мужчине отношение к творчеству. Потому что, в принципе, из двух клеток, сперматозоиды и яйцеклетки, создается такой мощный интеллект, как человек. Вроде все просто, а настолько сложно. А бесплодие как было, как есть, так и будет. Оно всегда это и есть. Но другой вопрос, что сегодня стали об этом говорить. И опять здесь работает такое понятие, как бизнес. Бизнес – это экстра-корпоральное плодотворение. Женя, вот я прошу прощения, поступил по скайпу вопрос. Как вы относитесь к суррогатному материнству? Вот тоже очень интересный вопрос. Если люди в силу физиологических или даже уже психологических проблем не могут иметь детей, но они хотят иметь этого ребенка, то многие используют суррогатную мать. Что такое суррогатное материнство? Это когда ты отдаешь сперму, женщина, яйцеклетку, и подсаживают в другую женщину, которая будет вынашивать этого ребенка. Хорошо или плохо, я не могу сказать. Но у нас церковь вроде как-то это не запрещает и не отвергает. Но по себе и по своей, не многочисленной, кстати скажу, практике, могу сказать одно, что когда ребенок находится в матке, он уже чувствует, он уже знает, что от него мама это откажется. Это не его же мать. Она, в принципе, как назвать более тактично, ну как инкубатор вынашивает этого ребенка. И, конечно, этот ребенок уже рождается с комплексом отвергнутого, ненужного. И здесь рекомендует следующее, что родители, которые решили воспользоваться суррогатным материнством, конечно, должны эту женщину поселить у себя дома, в квартире, общаться в поле этой женщины, чтобы ребенок уже слышал их голоса, чтобы ребенок уже чувствовал, что родители там другие. Но у меня был случай другой, более потрясающий, когда на консультации суррогатная мать сидела с угрозой выкидыша и достала сигарету. И я так удивленно посмотрел, говорю, а ничего, что вы беременны? На что она мне сказала? Не мой же ребенок, говорит, в конце концов. Понимаете, и здесь, и опять, тоже психологию надо рассматривать суррогатной матери. Кто идет суррогатное материнство? У кого плохо с деньгами? Идут туда несчастные люди, идут зарабатывать. А если они не относятся это как к бизнесу, то угроза выкидыша, к сожалению, тоже здесь имеет место быть. Женя, но, по-моему, в истории, ну, относительно давней истории, таких случаев вообще не было, как суррогатное материнство. Не было, а почему? Потому что сегодня научно-технический прогресс очень сильно развит. Вы знаете, я в один медицинский центр лет пять назад хотел устроиться психологом. Они как раз занимаются ЭКО, суррогатное материнство. И главный врач, вот этот деятель, мне впрямую сказал, что давай, мне нравится, чем ты занимаешься, но надо, чтобы ты перед консилиумом врачей выступил. Я выступаю перед консилиумом врачей, они задают вопросы. Ухожу из этой клиники, через неделю сам звоню ему. Ну как? А он говорит, понимаешь, вот врачи были в недоумении, почему ты не знаешь, что такое метод ЭКСИ. ЭКСИ – это медицинское направление, когда вот эту оплатотворенную клетку в матку доставляют через иглу. Ну, это специфическая такая штука, да? Я говорю, господин главный врач, а я как психолог, что должен знать вот этот технологический процесс? Ну, понятно, что он просто не хотел меня брать в эту клинику, а как ему отказать, он не знал. Хуже, чем вот это, он не придумал. Но он забыл одно, что по первому образованию, я все-таки кандидат технических наук, я всю жизнь создавал хирургические инструменты. Я говорю, вы знаете, это равносильно, что я вам дам скальпель в руки и скажу, если вы мне не скажете угол в плане, какой, то я вам не дам резать на операциях. Понимаете, вот маразм до чего доходит. Но если возвращаясь сегодня к вот этим технологиям, они достигли очень, что называется, большого прогресса. Другой вопрос, что мы люди еще не готовы к этому. Вот как с интернетом, да? Интернета много, а как, что, как он внедряется в человеческую программу, никто не знает. И мы удивляемся, что сегодня дети наши начинают подвержены вот этой цифровой зависимости. А что такое цифровая зависимость? Это две цифры всего. Любая программа компьютера состоит из двух цифр. Один ноль. И, кстати, американцы доказали, что и человеческую программу, жизненную программу тоже можно описать вот языком цифр. Один ноль. И когда садится человек перед компьютером, кто-то нормально, да, есть особого рода иммунитет, а кто-то начинает подвергаться этой зависимости. Он не понимает, что происходит внутри. То есть нам, что называется, дали инструмент в руки, а как им пользоваться, никто еще не знает. И то же самое с материнством суррогатным, и то же самое с экстракорпоральным оплодотворением. Потому что у многих людей, вот ЭКО, да, делают они подсадку, 6-7 недель, все супер, нормально. А именно на ранних сроках-то выкидывают. И почему? Вот тоже у меня случай был интересный. Мне пришлось девочкой делать тест словесных ассоциаций, потому что она молчала, да, и в чем дело, да? И оказывается, она на ЭКО пришла и взяла сперму не своего мужа, а сперму своего любовника. И к ней, когда уже вот этот, что называется, у мавки все начал происходить, процесс этот, осознание начало приходить тому, что, а когда он родится, он же на кого похож, да? Как объяснять? Что перепутали в медицинском центре? А, естественно, душа это слышит. Естественно, мама выкинула этого ребенка. Потому что ее страх не дал возможность удержаться, да. Это все психологические моменты. Поэтому сегодня и заговорили широко о психологическом бесплодии. Потому что психологическое бесплодие, я думаю, это все-таки параллельно идет с результатами научно-технического прогресса, с этими новыми технологиями. Да, а если вернуться к самым древним временам, и ведические знания говорили о том, что нужно поклоняться планете Венере для того, чтобы привлечь душу и чтобы появился ребенок. То есть можно читать мантры, пятница — это на самом деле день, который отвечает за Венеру. И вот интересно, что рекомендовано даже женщинам уделять себе больше внимания, так устраивать так называемые, как мы говорим по-английски, beauty day, да, или как это будет по-русски. То есть заниматься собой и полюбить себя. Есть ведь такое, да, что если женщина себя не любит, то ребенок к ней не придет, душа к ней не придет. Да есть, конечно. Но знаете, это самое простое, вот сказать, полюби себя. А вот как? Как? Вот знаете, есть хороший анекдот, когда рыбаки ловят рыбу, да, и один поймал русалку. Смотрел на нее, взял и выбросил. Все говорят, ты что, сдурел что ли? А он говорит, а как? Вот к вопросу, а как? И поэтому вот как полюбить себя, тоже непонятно. Конечно, вот я рекомендую своим пациентам и клиентам полюбить себя, это прежде всего научиться слушать себя. Научаться хотя бы себе комплименты говорить, чтобы ты себя оценивал. Ты можешь даже мозгами этого не понимать, не верить. Но дело в том, что когда ты говоришь себе вот эти пять-десять комплиментов о том, какой ты хороший, да, твоя душа слышит. И вот как писал Антонио Менигетти, когда душа слышит, она начинает внутри перетрансформироваться по-своему, по-иному. И уже процесс идет совсем по-другому. Потому что мы все состоим из установок, в детстве установки. Мальчик, например, не должен плакать, мальчик не должен там обижать девочку. Да, вот все, не должен, не должен, не должен. Поэтому откуда у мальчика столько агрессии? Да мы агрессивны, потому что мы постоянно вот это накладываем, не должен, не должен. А эта пружина когда-то должна все равно вернуться обратно в первое исходное, первоначальное состояние. А эта пружина называется агрессией. Поэтому, наверное, нам и нужны эти войны, нужны, наверное, эти догонялки, побегушки всякие. Есть достаточно много упражнений, как научиться себя полюбить, вплоть до того, чтобы смотреть на себя в зеркало и говорить, как ты любишь вот это вот самое отражение. По-моему, Луис Хей очень много об этом тоже говорит. Да, представляете, в этот момент проезжает скорая помощь от амбригады психиатров, да? Да. И вас не поймут, и, соответственно, с этим зеркалом и заберут. Ну, если человек не знает, как себя полюбить, наверное, есть смысл обратиться к специалисту или к кому-то, кто поможет это сделать, как бы направит и объяснит, в чем тут дело. Тренингов очень много различных. А вы знаете, здесь очень интересный момент тоже. Вот всегда надо разделять, что такое влюбленность и что такое любовь. Любовь – это энергия. Любовь – это энергия, которая везде присутствует. Вы можете любить Достоевского, не видя его. Вы можете любить Толстого, не видя его. Вы можете Микеланджело любить, не видя этого человека. А вот вы можете любить детей, безусловная любовь. Маму, родину, мать, да? Да. То есть вот это любовь. А вот влюбленность как раз она держится на сексе, на сексуальные взаимоотношения. А сексуальные взаимоотношения, как ни парадоксально, держатся на выделении тестостерона в крови. И он выделяется от 6 до 9 месяцев. Поэтому, когда говорят «от любви до ненависти один шаг», это неверно, мне кажется. Надо говорить «от влюбленности до ненависти один шаг». Потому что, когда влюбленность заканчивается, вот это выделение тестостерона, начинается энергетическое потребление друг друга. Именно сексуальное выматывание. Поэтому на сексе много и ловятся, и поэтому секс как дает жизнь человеку, так и разрушает. И мы сегодня видим это по публичным людям. Поэтому этого тоже надо отличать. Влюбленность и любовь. Потому что того, чтобы дать жизнь ребенку, не обязательно любить друг друга. И мы тоже знаем такие случаи. Женщина не может иметь детей, они с мужем стараются, даже на иконе ходят. Какая-то сложная ситуация, ее насилуют в подъезде, а она забеременеет. Тоже это описано очень часто в случае. Что называется? Это кармический ребенок, да? Или, в принципе, от ее мужа этого ребенка не должно быть. Поэтому такие тонкие материи, которые, что называется, мы на уровне догадок, каких-то предположений, какого-то анализа делаем. Все верно. Все-таки что же делать женщине, которая хочет иметь ребенка, но в силу каких-то субъективных причин или объективных причин, причин много разных, не может, не получается? Ну, во-первых, проанализировать. С чего начать, да. С чего начать? Проанализировать. Ну, сразу бежать к психологу, наверное, не стоит, но, по крайней мере, сделать какую-то закономерность. Сами не получается, месяц, два, полгода, то тогда идите к психологу. Почему к психологу? Потому что это дешевле, чем идти на ЭКО. И даже психолог вам не даст какие-то волшебные средства, и через месяц вы не будете иметь ребенка. Потому что я всегда говорю, человек приходит 27-30 лет, говорит, вот я пришла, и дайте мне какое-то направление. Я говорю, родная, ты до 30 лет как-то жила, ты как-то напортачила в своей жизни. И чтобы непосредственно это вытащить, нужен внутренний труд. Когда вы посетите психолога и, соответственно, начнете вытаскивать внутренние проблемы, это один момент. Но когда у вас, что называется, внутри уже горит, и вы говорите, все, внутри заниматься не буду, пойду только на ЭКО. Идите на ЭКО, не бойтесь. Платите деньги, но, по крайней мере, вы осознаваете, что есть какая-то психологическая затычка, которая непосредственно должна вами проработана. Разговаривать мужчина и женщина должны в этот момент относительно, что называется, с приятием и доверительно друг с другом. даже когда вы после первого раза ставите эту полоску, проверка, тест на беременность, и увидите, что нет никакой беременности, делать из этого трагедию не стоит. Поверьте, жизнь длинная, и у вас все впереди. Потому что, вот что происходит в этот момент, когда вы видите отрицательный результат, у вас появляется страх, тревожность, агрессия, непонимание, ненависть, и вы задаете Господу Богу вопрос, да за что меня-то, да, это все зацепило. И ваш мозг дает команду напочечникам, которые выделяют адреналин. Ну, кто-то знает, как выделенный адреналин, да, использовать, пойти в парк побегать, кто-то в спортзал идет, кто-то идет там соседу морду набить в подъезде, да. А женщина начинает этот адреналин копить в себе до следующего момента. И когда в следующий раз опять получается отрицательный момент, результат отрицания, то на этот предыдущий адреналин накладывается новый адреналин. Это тоже надо понимать, что это вредно для здоровья. И тоже многие спрашивают меня, вот как ни парадоксально, вот врачи говорят, у тебя период овуляции, и надо заниматься сексом. А вот ты не хочешь заниматься, все. Вот когда надо, но не хочется. И такое часто бывает, да. Я советую, относитесь это как к игре. Ну, более с юмором, что ли, да. Потому что, вот улыбка и жизнерадостность, как ни парадоксально, спасает многих людей. Чувство юмора очень помогает в жизни. Да. И не зацикливаться, не ходить вот по этой кольцевой дороге, что у меня не получается. Потому что в этот момент надо наоборот расширять свое сознание, что есть другие формы жизни, что на детях это все не заканчивается. Если вы хотите, они будут обязательно. Но другой вопрос, что не в этот момент. В этот момент мы должны для жизни, для своей именно жизни, сделать какие-то другие шаги. Что-то сделать, что-то создать, что-то произвести. У каждого свой путь, да. И все индивидуально. И вы должны понимать, что вы уникальны. Дайте разрешение, искреннее разрешение. Вот в пространство обращайтесь и говорите, я хочу. Я хочу этого ребенка. Поверьте, если вы это искренне говорите, душа услышит этого ребенка. И она придет. Потому что к неподготовленным родителям душа ребенка не придет. Хотя вы можете прекрасно задать вопрос, а как там 12-13 лет, да. Тоже сегодня по телевизору часто показывают. Да, да. Спасибо огромное. Совершенно замечательная программа. Очень интересно вас слушать. И вы что-то хотите еще напоследок сказать нашим женщинам, мужчинам замечательным, которые нас слушают, нашим радиослушателям? Учитесь говорить. Учитесь выражать свои мысли. Потому что, знаете, есть, конечно, такой момент всегда, это как у Дэл Корнеги, да, говорил, улыбка там должна, и всегда думайте о другом человеке. Я бы другой момент посоветовал. Думайте прежде всего о себе. Вот насколько вам комфортно в этом диалоге. Насколько вы можете говорить. Потому что у многих людей остается недосказанность. Недосказанность, вот ты вроде поговорил с женой, с подругой, с любовницей, и осталось, что что-то ты недосказал. И ты внутренне начинаешь тебя это раздирать. Вот надо позвонить, а разговор вроде как закончился. Поэтому я всегда рекомендую, любое чудо должно быть подготовлено. Прежде вы, чем начинаете говорить какую-то, ну, важную для вас тему, внутренне подготовьтесь. Вот в свое время я написал вот эту книгу, «Как устранить недосказанность». Ну, отчасти, наверное, мне больше самому нужна была эта книга. Потому что я когда написал, я пошел учиться в Московский педагогический государственный университет и начал спрашивать преподавателей, ребята, что я написал, правильно, что я написал. Я сегодня понимаю, что вот эти все мысли я написал в каком-то энергетическом потоке. И я сегодня вижу по своим больным люди, которые замыкаются сами в себе, имеют проблемы с психосоматическим здоровьем, инфаркты, инсульты. Все связано с выражением своих мыслей, своих слов. Самая большая проблема в этом смысле еще проблема щитовидной железы. Те люди, которые не высказываются, сохранят это в себе, они получают... У нас таких очень-очень много случаев. Да, но есть и другой момент. Кто много говорит, тоже проблема щитовидной железы. Это баланс, то, что мы называем пятой чакрой. Поэтому, понимаете, даже если вы не можете говорить, в силу каких-то причин, боитесь человека, к примеру, или еще что-то, берите лист бумаги и все, что вы хотите сказать этому человеку, напишите. Хотите, сожгите. Хотите, в помойное ведро. Хотите, в унитаз. Но мысленно вы всегда говорите, что вот с этим своим последним действием эти все ваши слова, эти проблемы уходят. То есть, поэтому я говорю, думайте о себе, насколько вам комфортно. Потому что, если мужчина будет все время недоволен, поверьте, его мыслями заражается и женщина рядом с ним живущая. Поэтому, если женщина искренне хочет ребенка, а рядом лежит вечно гундявый мужик и всем недоволен, ну, наверное, к таким родителям тоже не всегда приходят дети. Вообще, со словами надо быть аккуратными и осторожными. Поэтому, вот, напоследок я скажу, вот, с чего мы начали. Самое главное, учите снимать вот эти программы, когда вы мысленно поставили со своей женщиной, со своей женой, что пока рано, давай, будем предохраняться. Многие забывают это. И вот мой опыт показывает в больнице, что все говорят, вроде такие простые слова, действительно, мы забыли про них. искренне давайте разрешение душе ребенка появляться в вашем поле. Спасибо. Женя, спасибо большое. У нас есть еще вопрос из зала, как раз-таки напоследок, то бишь из студии. Нина, пожалуйста. Я, честно говоря, хотела даже не вопрос, а просто вот как бы комментарий, насколько вы важную вещь только что сказали, ну, пару минут раньше, о том, что люди, которые не могут забеременеть, первое, к кому они должны пойти, по логике, это разобрать к психологу или разбираться в своих психологических проблемах, потому что все их физические проблемы будут связаны именно с этим, потому что люди идут, там делают операции, делают всякие процедуры, как вы говорили, подсадки, не разобравшись, и получается, что у них все равно не получается. То есть первое, куда они должны посмотреть, это внутри себя и разобраться со своими психологическими проблемами. Мне кажется, это была потрясающая вещь, в которой люди, первое, идут к врачу искать физические проблемы. Не понимая о том, что это связано с их психикой. Вы знаете, все-таки, Нин, я бы порекомендовал это делать параллельно, потому что, чтобы не терять время, надо и к врачу идти, и к психологу. Ничего здесь страшного нет, потому что, но есть же люди, которые действительно, в силу каких-то физиологических причин, они не могут иметь детей. Вы можете, можно у каждого человека свой алгоритм решения этой задачи, но я всегда говорю, не надо доводить ситуацию до абсурда. Если вот, например, человек попал в больницу, идти к психологу уже поздно, параллельно с врачом, да, надо работать, вы можете помочь. Я всегда говорю своим больным, что заболеть гораздо сложнее, чем выздороветь. Вас за неделю, за 10 дней с помощью медикаментозных средств поставят на ноги. Но заболели вы и сформировали эту болезнь месяцами, годами. Поэтому это надо вытаскивать психологически. Поэтому, вот чтобы, называется, была вот эта золотая середина, и врачи, и психологи, и экстрасенсы, если вы доверяете им, да, и священники, кто угодно, идите, ищите помощь. Потому что, кроме вас, вам никто никогда не поможет. Да, да, согласна. Да, то есть, одновременно. Одновременно всем. Кто бы, кто, как, чтобы оно в как так помогло. Но вывод, вывод, вы делаете только сами. А вывод уже, исходя из своей интуиции, ощущения, чувствования, можете со своими родными, близкими поговорить, да, потому что все равно надо кому-то это высказать. Потому что, вот, я все время, когда в аспирантуре учился, у нас был научный руководитель, Тофий Каскерович Султанов, и он нас сажал молодых аспирантов, и говорил, ребята, кидайте в стол, вот в этот круг, идеи, хорошие, плохие, умные, тупые, и мы кидали. И он, как научный руководитель, вычленял, вычленял то, что необходимо надо. Это называется мозговой штурм. Так и здесь, если вы имеете какую-то проблему семейную, не бойтесь общаться в семье, не бойтесь об этом говорить, потому что вы всегда найдете свой ответ, тем более по роду, у каждого рода своя программа. Опять об этом мы мало очень говорим. Ну, на самом деле, для этого и существует Сангейт Сентерс, для этого существует Сангейт Радио, на котором мы сейчас говорим, а еще когда-то говорил Козьма Прутков, зри в корень. Поэтому будем зрить в корень, ну, а на этом все-таки сегодня этот сегмент нашей программы подходит к концу. Майкл, а можно еще, что говорил Козьма Прутков, Потрясающую фразу. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Все правильно, да. Да, тоже замечательно. То есть это к тому, что пора... Пора затыкаться. Пора программу заканчивать, да. Но на самом деле программа действительно очень интересная. У нас, кстати, как-то так получилось по ассоциации. Все-таки наши программы вызывают интерес у наших радиослушателей. И завтра, ну, правда, очень и очень рано утром по нашему времени, в 7.30 утра по Чикаго, а в 15.30 это получается по Москве. Будет программа еще с одним психологом, женщина, с которой я когда-то познакомился в Панаме. Очень интересный человек. И мы тоже немножечко поговорим, правда, на другие темы. Так скажем, она больше приверженец юнгианской психологии. Но это будет тоже интересная программа. И все эти программы, они записываются на самом деле. Поэтому, дорогие друзья, еще раз обращаюсь к вам. Если вы хотите быть в курсе всех наших тематических программ, вам надо прийти на YouTube, набрать SunGate Radio, и подписаться на наш канал, и вы будете получать уведомления, как только эти программы будут появляться на YouTube. Ну, и Facebook, это SunGate Radio, набираете, и вы видите все наши программы, которые там появляются. Женя, спасибо большое. Спасибо вам. Да, кстати, ну, надо все-таки сказать, что совсем скоро мы планируем такой, так сказать, круглый стол или телемост Москва-Чикаго, где мы будем общаться уже с нашими радиослушателями, телезрителями, поскольку это будет прямое включение телемост. И все желающие могут задавать нам вопросы. Это те, кто уже знают об этом. Все-таки на Facebook читают, некоторые, да, читают наши сообщения. Ну, и те, кто будет смотреть, слушать, пожалуйста, задавайте вопросы, когда это будет. Мы будем объявлять, конечно. Я полагаю, так, где-то к середине мая. Ну, мы дополнительно сообщим. Вот с Евгением мы должны дату эту определить, уточнить, и, пожалуйста, пригласим всех желающих на вот такой бесплатный телемост и такое интересное общение. Хорошо, тогда все. Мы прощаемся с Евгением. Мы прощаемся с Ритой. Да, с гостями студии. И теми людьми, которые нас слушали на интернете. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»